Всем привет! Это программа Бункер С. И в студии сегодня ее ведущий Дмитрий Шарланов. Всем добра! Дмитрий Жухов. Доброе утро, день, вечер. Кому как? Меня зовут Максим Ролевой. Мы продолжаем обсуждать новости не серьезно, а серьезно. Ресторанам в России запретили включать чаевые в чек. Соответствующее правило твердило российское правительство. Согласно документу, с 1 января 2021 года заведение не вправе вносить в чек до платежи. Комиссии или чаевые, помимо стоимости блюд, новые формы, направленные на защиту прав потребителей. Естественно, такой подход должен исключить практику введения клиентов в заблуждение относительно реальных расходов на поход в ресторан, отмечает Роспотребнадзоре. У граждан сохранится возможность оплатить чаевые исключительно на добровольной основе. То есть, корпоратов не будет, чаевых не брать, что еще? Что будет супер, зная, что чаевых не будет. Нет, на самом деле, мне кажется, надо докрутить эту историю, потому что сейчас правда, очень часто ты приходишь в ресторан, у тебя нет налички, и ты не можешь оставить никак вот чаевые. Я правда сталкиваюсь с этим несколько раз, да? Я знаю выход. Это неправильно. Делать перевод через онлайн, я считаю, это некорректно вообще. А это предлагает ресторан? Это предлагает ресторан. Да, да, да. Серьезно? Да, они вы можете нас отблагодарить через переводок онлайна. Как давно я не ходил в ресторан? Возвращайся. Надо же ему сводить. Возвольте, обрадуй. И я предлагаю решение, которое давным-давно есть на Западе, да? Потому что ты можешь оплатить картой полностью счет свой, и также отдельно оставить чаевые. Тебе их не включают в счет, ты это делаешь по желанию. То есть это два разных счета через один терминал получается. Отдельно на ресторан, отдельно чаевые. У них там общий котел, смена закончилась, они поделили, разошлись. Мне кажется, у нас просто система не готова, вот эта вот компьютерная. Я считаю, что это... Да нет, ну почему нет-то? Пусть это будет отдельный счет. Это отдельные проценты. Я согласен. Отдельный налоговый на него, все. Насколько я знаю, иногда даже возникают трудности с разделением алкоголя и основных блюд. То есть они просят это разделить на два разных юрлица, между прочим, у нас, по крайней мере. К сожалению, да. И поэтому эта схема, что еще дополнительный какой-то счет, понимаешь, она в налоговый может вызвать какие-то вопросы по-любому сейчас. Потому что какая-то статья должна быть серьезной, опять говорим сейчас. Вы глубоко копаете. Мы глубоко копаем. Очень глубоко. Ты предлагаешь выход, давай, говори. Да нет, я просто вспоминаю, как один раз, даже много раз в ступор официанта вводила просьба просто разделить счет на двух человек, на трех человек. Поэтому я думаю, что все это можно сделать, все это можно реализовать. Хотим вывести, если чаевые в отдельный чек. Да ради бога, просто этим нужно заняться. У вас разница по-разному сделала. Теперь не будет в чеке чаевых уже заведомо, которые там 20%. Я боюсь, что теперь эти чаевые попадут в меню. Ну вот я начал с этого, да, что же там будет в супе-то у нас теперь во втором. В супе будет плюс 10% на чаевые, скорее всего. Причем того человека, кто тебе несет этот суп, да? Возможно. Прямо туда тебе эти 10% свои. Печально? Ну, печально. Печально, наверное, с одной стороны, что это может отразиться на нас, на потребителях. Но, с другой стороны, это должно мотивировать тех людей, которые работают в ресторане. Мы приходим туда получать что-то свое. И когда тебе человек не сделал ничего, просто принес твой заказ, который принес через час, условно, не позаботившись о том, что у тебя все ли хорошо, да, и надеяться на какие-то чаевые, ну, надо работать. Ну, когда ты привык... Я, у меня гениальный был случай в Питере, гениальный. Мы сидели в каком-то там баре, ну, не будем говорить, что мы там делали, конечно, что-то там еле выпивали. Какой человек был в Питере? Питер, я, Питер, город-миллионник, где там, да, туристы, восьмимиллионник. Я имею в виду, что туристы там кишат, да, и мы пришли через два дня после события, и ко мне официантка подошла и спросила, вам того же, что и прошлый раз, два дня назад. Я, естественно, сразу оставил ей там, вот, прям вот, да, все, паспорт, ключи от квартиры, все, руку, сердце, все было. Ну, понимаете, вот это было клево, это было здорово. Он сказал, да, то же самое. Она говорит, ну, только в этот раз оденьте, пожалуйста, хотя бы вот этот плед на себя, а то, ну, как-то на нас все смотрят, да. А то, что носили в прошлый раз, да. А то, потому что раз, ну, вы голый, понимаете, вот это вот все. Разве неприятно? Люди, люди, аплодисменты. Меня выносили на руках. Я просто давно его знаю, так, сто пудов что-нибудь подобное было. В Самаре на перекрестке нанесли диагональную пешеходную разметку. Она появилась на пересечении проспекта Масленниково и улицы Мичурина. Как рассказали в мэрии, выделенная фаза для движения пешеходов обозначена по согласованию с госавтоинспекцией. Для удобства перехода проезжей части и сокращения времени перехода на перекрестке организованы диагональные пешеходные переходы. Установлены дополнительные пешеходные светофоры, говорят в горадминистрации. Отмечается, что нововведение значительно повышает уровень безопасности дорожного движения. Наконец-то, те бабушки, которые живут. Просветить диагонально это как? Ну, то есть, вот раньше были две так, две так. Ну, да. Теперь остались вот эти четыре и добавили еще вот так вот две. То есть, куда хочу, туда иду. То есть, вот, ну, грубо говоря, я воображал, что это будет, как сделано, допустим, в Пекине, когда весь перекресток разрисован полностью такой широкой переходной зоной. И все куда угодно просто ходят. И все вот как хотят ходят, да. Я был уверен, что это будет что-то подобное. По параболе кто-то ходил там, да. Ну, то есть, кому как нравится. А нет, просто сделали... А его запомнили, просто, да. Сделали, вот когда ты поворачиваешь, такая пунктирная разметочка есть. И вот такую же пунктирую разметочку нарисовать по диагонали. То есть, там и раньше так люди ходили в принципе? Да, ходили. А тут просто, ну, что с ними бороться? Ну, господи. А в чем ноу-хау? 90, она все ходит. Давайте просто сделаем и дорогу, и все. И светофор отдельный поставили. Это реальная история, да. Да уж. Но, наконец-то, скоро появятся порталы для перемещения, мне кажется, уже пора. Порталы? Порталы для перемещения. То есть, мусор мы не можем вывести, а порталы мы сделаем. Да, да. Все, диагонали придумали. Все, это слом системы просто. Сейчас автолюбители не понимают, куда ехать по этим диагоналям. Переходом, да. Кстати, вот. Где кого давить, понимаешь? Представляешь, есть светофоры переходить, как обычно, диагональные. И плюс еще для водителей. Ты понимаешь, какая там елка просто сейчас находится вообще? То есть, там вот это все красное-желтое-веленое. Люди съезжаются посмотреть на этот перекресток. Зато движение становится безопаснее. Я предлагаю в новогоднюю ночь туда елку поставить. И будет все соответствовать. Огни, огни, елка. Вот пересечением, да? Как раз вот это прям хрена есть. А из космоса, говорят, видно уже этот перекресток с перекрестьем. Вот с этим вот. Вот круто. Поэтому портал обязательно скоро появится. Например, там, с Зубчининовки сразу там на Мичурино. Хоп, и ты уже там на перекрестке. Понимаешь, вот мне кажется, вот это... На самом деле, это та самая знаменитая многоходовочка строительно-губернская. Потому что, видите, весь первый крестик. Сейчас будем искать, где будет следующий нолик. А нолик где был? До этого был нолик на Московском шоссе. Там нарисовали его уже. А то есть, большие дядьки играют. Да, крестик пошел. И, в общем, собственно говоря, ищем дальше. Ксо-ксо. Круто. Я думаю, намного все проще. Просто нанесли разметку, где будет следующая станция метро. Копаюсь вот здесь. Ну, где, где, где? Где? Да, и все. А безопаснее стало, потому что водители просто в ступоре останавливаются и не едут. Водители объезжают уже перекресток, если честно. Да, они туда не суются. Через 116 начали ездить люди, да. Поэтому нормально все. В Самаре водители делимобиля начнут проверять на трезвость и усталость. Не страшны тебе, не дождь, не слякость. Резкий поворот и косоголь. И чтобы не пришлось, как любимый плакать, крепче за баранду держи шофер. Каршеринг объявил о начале эксперимента с новой системой контроля. Компания вместо алкозамков запускает тестирование. Теперь, чтобы получить доступ к автомобилю, вам потребуется пройти онлайн-тест в мобильном приложении. Ничего себе. Например, автомобилисту предложат на скорость расставить геометрические фигуры в определенном порядке. Подобрать нужные последовательности цифр. Боже мой. Методика разработана с учетом рекомендаций полиции, психиатров и наркологов. Если водитель не справится с заданиями, ему предложат пройти другую проверку. Нужно будет сделать видео-селфи. Ну, наконец-то мобиль решил полететь в космос, мне кажется. И теперь готовят на земле водителей к этому событию. Скоро ты увидишь человека, который сидит в машине и четыре черненьких, чумазеньких чертенка, да, наговаривает скороговорки, угадывает шарады, понимаешь? Ну, на самом деле-то... Хорошо, а как тогда определить, пьяный человек или нет, садится в сорок? Так-то тема-то правильная? Скажи 33. И все. Ну, правильно Дима начал тему, да, скороговорочка не получилась, извини. Сорян. То есть, все картавые и шепелявые, до свидания, ходите пешком. Слушайте, ну, учись, иди сдай сначала какие-то экзамены, потом сходи в школу, где тебе исправят речь, еще что-то там, математику, наконец-то можно будет учить, геометрию с алгеброй, наконец-то все выучат. Ну, здорово же, удаленочка, она тоже будет теперь. Можно кровь сдавать. Да это однозначно уже надо делать. Я прям сел в машину, крови взял, вылил там куда надо. Где бензобак, открываешь там, большая игла, раз, сдал, все, поехал. И эти люди мне рассказывали, что маску сложно надеть, да? То есть, маску сложно им надеть. А кровь сдать? Надеть. Надеть. Пока еще надеть. Ну, на самом деле, начинание-то хорошее. Мне кажется, нужно контролировать. Я слышал, что достаточно много беспределов всяких с водителями, вот именно каршерингов, поэтому контролировать их однозначно нужно. Вопрос, насколько это эффективно будет, и как это правильно сделать, мне кажется, личный контроль все-таки никто нет. То есть, каршеринг должен сидеть кондуктор? Кондуктор, да, посмотрел. Сыно, ты не пил вчера? Как же коррупция тогда? Коррупция появится. Дяденьку можно задобрить. Можно поставить алкотестер, просто дыхнул, все. Может, тут другой дыхнуть? Ну, слушайте, на всех алкотестеров не хватит, поэтому ты думаешь, что реально... А он каждые пять минут, раб, включается. А он освежитель воздуха. Точно. И зашиваешь, а он у тебя подсасывает, так сказать, вообще-то. Едешь, а он подсасывает потихонечку. Каждые пять минут. Проще выход. У нас работников ГИБДД сейчас очень много. И они все, в принципе, рабочие алкотестеры. Ну, утром кто вас проверяет? Михаил, обязательно все каршеринги дыхни. Дыхни. Ты ему дышишь, он все, он тебя сразу индифицировал. Я компьютер в голове сработал, ты можешь ехать дальше. Сажаем гаишника. Должное. На самом деле, очень вежливо. Например, мне ребята, которые попадались на пути, они очень вежливо интересуются. Как самочувствие. Ты был двадцатый уже, кто дышал им в лицо с утра. У вас все в порядке? Они уже, можно сказать, не веселее. Уже хорошо было. Они бы еще немножко тебя попросили спеть мурку. Если ты ехал чуть попозже, минут на тридцать. Ну, возможно. Но надо сказать, что ребята действительно делают свою работу очень вежливо, тактично. Экзамены по математике и предсказательным предметам это мы пока убираем в сторону, не дай бог. Но проверять надо. Потому что, во-первых, целые кладбища уже есть, этих каршеринговских автомобилей. А их жалко. А их жалко. Я сам недавно попробовал в первый раз, мне очень понравилось. Стоит как такси, по большому счету, ты едешь один, можешь посадить еще четыре человека, перевезти там достаточно такой, ну, целый багажник, грубо говоря, того, что тебе надо. Другое дело, что не всегда получается припарковать ее правильно. И сейчас штраф, если вы не знали, до сих пор штраф висит на том человеке, кто последний припарковал. Да, да, да. У меня знакомый в Москве припарковался, понял спустя там две минуты, что он встал не там, хотел переоткрыть машину, а ее кто-то уже зафрактовал. Он стоял возле машины, плясал, чтобы ее никуда не увезли. Потому что штраф висел бы на нем. В Москве это штраф огромный. Да. Вот такая реальная тема, да, что тут уже наконец-то стали штрафовать тех владителей, которые неправильно водят. Еще больше скажу, там парковка бесплатная в Москве на каршеринге. Парковка бесплатная. У нас парковка, да. А неправильные места, ну, понятно. Это естественно, да. У нас приезжаешь в аэропорт, тоже парковка у тебя бесплатная. На каршеринге? На каршеринге бесплатная. Да, своя парковка. Ты приехал, оставил и уехал. Все. Удобно. Давайте их беречь, пусть они развиваются, добавляют новые машины. То есть пусть растет паркинг. Друзья, ну не садитесь пьянами за руль тогда уж. На сегодня это все. В студии сегодня были ее ведущие. Шоумен Дмитрий Шарланов. До новых встреч. Музыкант Дмитрий Жохов. До свидания, друзья. И ваш покорный слуга Максим Рулевой. Мы откроем все двери. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok